Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о довольно интересном отделении, если не сказать уникальном. Потому что, как вы понимаете, дети – это наше всё. И дети ведь тоже подразделяются. Они, конечно, нам все дороги в любом возрасте. Но новорождённые – это, наверное, самый такой важный элемент в жизни любого, наверное, человека. Все же мы когда-то были новорождёнными. И вот здесь, когда сталкивается семья и ребёнок с какими-то проблемами, без хороших врачей не обойтись. Они нам нужны. И сегодня у нас в студии Михаил Георгиевич Рихвиашвили, детский врач-хирург, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук и, внимание, заведующий отделением хирургии новорождённых Московского областного центра охраны материнства и детства, известного нам под аббревиатурой МАЦОНТ. Здравствуйте, Михаил Георгиевич. Добрый день. Ну, приятно верить, такой молодой врач, улыбающийся, уже хорошо, потому что хирурги у нас всегда всё-таки ассоциируются с чем-то суровым, но при этом вы же можете улыбаться, но внутри, да, такая уверенность должна быть. Но другое дело, в чём разница, есть ли она вообще у хирурга, который оперирует людей, ну, взрослых, там, от любого возраста и новорождённых? Это две разных работы или просто чуть-чуть другая подстройка должна быть? Ну, наверное, в прикладном смысле есть определённые сходства, да? Этап операции, разрез, оперативный приём, завершение операции, да, тут схожи. Но сама специфика с новорождёнными, она не просто отличается от взрослых, она ещё отличается и внутри самой детской хирургии. Понятно, что специальности хирург-новорождённых такой специальности отдельно не выделено. Мы все детские хирурги. Просто кто-то занимается, уходит в определённую патологию, кто-то... Ну, такая специализация. Это такая уже, такая внутренняя специализация между нами. Поэтому, безусловно, отличия есть. Раньше когда-то так было, что взрослые оперировали детей, слава богу. Ну, специальность детской хирургии выделили, и теперь выделяется. А вот в чём основная разница? Другие условия, я, может быть, что-то не так скажу. Ну, понимаем, да, детский организм даже не новорождённый, просто детский. Может быть, другие кости, другая опасность. Ну, я имею в виду, что на взрослом человеке, может быть, всё быстрее заживает, я не знаю. Нет, заживает плюс-минус уже зависит от организма, да, насколько он подготовлен, в каком состоянии он попадает к хирургу. У детей другие болезни. Если что касаемо конкретно нашего отделения, это врождённые пороки развития. То, с чем ребёнок рождается и формируется ещё внутриутробно. Зачастую мы диагнозы, да, зачастую знаем, и, может быть, забегая чуть-чуть вперёд, мы уже с семьёй можем обсудить, проговорить план лечения. То есть до появления ребёнка на свет мы, как доктора, собираемся на консилиум. Получается, тогда ещё по-другому можно назвать, что это даже хирург не новорождённых, а хирург будущего ребёнка уже, так, фактически? Ну, если мы уже... Ну, если пофантазировать, то да. Отдельно есть, конечно, хирургия плода. Мы пока в это не погружаемся. Но, грубо говоря, лечение и подготовка к этому лечению начинается ещё внутриутробно. А хорошо, тогда такой вопрос адресую вам. Но, наверное, так как вы являетесь заведующим отделением, наверняка этот вопрос изучается каких-то, ну, потому что врачи же много проводят всяких конференций и так далее. То есть патологий, говорят, стало больше или это всегда так было в среднем? Определённой патологии больше, но её рост зачастую связан с развитием технологий их выявления. Это ультразвуковой диагностики. То есть чем больше мы можем узнать заранее, тем больше мы, естественно, получим патологию. То есть мы можем так, например, сказать, что когда я появлялся на свет или ещё люди постарше, то многие, наверное, не было возможности узнать, да, какие у человека могут быть. Ну, конечно, ультразвуковые технологии, они за последние 20-30 лет получили очень сильное развитие. И аппараты стали другого класса, и, естественно, специалисты растутся для соответствия. Ну, так интересно. Мы сейчас немножко, две секунды буквально, такая фантастическая программа, а потом мы вернёмся уже к отделению, потому что отделение уникальное. То есть если так будет дальше продолжаться, то даже уже на этапе, когда... Сейчас у нас год семьи, да, это такой важный элемент. И женская консультация. Когда-то мы говорили с вашими коллегами, что и мужская консультация бы не помешала в этом направлении в последнее время, потому что люди немножко другие стали. То есть мы можем, в общем-то, вести молодую семью, условно говоря, начиная с их первого беременности, зачатия, и внимательно следить и за патологией мамы, если они есть, и за патологиями папы, что может появиться у ребёнка, и что уже появилось, верно? Да, потому что в идеале... Единицы следуют этому правилу, но в идеале, конечно, супружеская пара должна проходить обследование не только на какую-то внутреннюю совместимость в плане каких-то чувств друг к другу, но и на генетическую, потому что зачастую те патологии, которые проявляются уже у ребёнка, это те гены и те... То есть гены не сошлись, короче говоря. Не сошлись гены, к сожалению, да. А такое сейчас часто бывает? Это сейчас часто, и зачастую, если это первый ребёнок, можно это не заподозрить. Если, к сожалению, у пары из раза в раз ребёнок рождается с каким-то, будем говорить, особенностью развития, в идеале им нужно будет сдать генетический анализ, чтобы, в принципе, понять. Это ни в коем случае не подталкивает к какому-то решению прекращения существования с ними, ни в коем случае. Но это позволит докторам быть готовыми. Потому что когда ты готов, у тебя есть всегда время для... Ну да, возможно, там будет специальная программа какая-то, потому что мы же говорим, эти общие, в общем-то, слова, они работают. Экология, образ жизни людей, да, еда, всё это вместе, и курение, слава богу, вроде как уже меньше стали, но сейчас пыхтят другими, я смотрю, что просто сигареты как бы исчезли, но все дышат другими вещами. Эти технологии для нас новые, наверное, ещё промежуток времени слишком короткий, чтобы сделать какие-то выводы. Наверняка что-то ещё покажут, ну плюс все остальные возможности, без чего, к сожалению, человечество пока никак не может с этим побороться, когда пытается искушать свою судьбу. Ну хорошо, вернёмся всё-таки к отделению, мы так немножко углубились, хотя, мне кажется, тема интересная. И если её правильно построить, тогда вероятность вот каких-то правильных медицинских подходов, она будет, возможно, получше. Но сейчас мы говорим о детском враче-хирурге, о вас и о ваших коллегах. Давайте начнём с того, что в чём уникальность вашего отделения, потому что оно действительно с новорождёнными работает? Действительно, с новорождёнными и уникальность, по сути, не одного отделения, уникальность всего нашего мацонда, как вы сказали. Это та аббревиатура, под которой это известно. Объясню почему. Потому что это отделение в составе многопрофильной больницы, не просто детской, а в составе которой ещё есть роддом. И на самом деле по стране больниц с такой структурой пересчитать по пальцам одной руки. Озвучивать не будем, чтобы, не дай бог, никого не забыть, не обидеть. Но это универсализация невероятная такая. Но это универсализация, да. Потому что зачастую нам необходима консультация каких-то смежных специалистов. Да, получает развитие хирургин новорождённых и в перинатальных центрах, это замечательно. То есть на местах доктора могут какие-то острые вопросы решить. Но, как правило, это вопрос какой-то одной системы. У нас в Мацонде это специалисты очень многих профилей. То есть, грубо говоря, прям как в аэропорту тебя просвечивают со всех сторон. Да, потому что есть и доктора замечательные, ортопед-травматологи, которые всегда придут на консультацию, если есть какая-то врождённая патология костно-мышечной системы. Значит, есть отделение урологии, где доктора-урологи всегда могут прийти с советом, как лучше нам построить диагностику и лечение. Потому что у нас в центре есть преемственность. То есть мы на этапе новорождённости ставим диагноз, выясняем причину. Возможно, проводим какую-то коррекцию. Может быть, первичную, может быть, радикальную. То есть в один этап. Но есть категории детей, которые потом преемственности передаются урологам, детским урологам, которые ведут их уже до 18 лет. И тянуть канат каждый в свою сторону, одеяло, это так дела не построишь. Поэтому мы всегда коллегиально к вопросу подходим. Как нам лучше поступить так, чтобы была единая мысль в лечении этого ребёнка? Ну вот опять у меня такой возникает вопрос, что когда взрослый человек, который, ну, по крайней мере, покажет, что здесь болит, или ощущения свои опишет, каждый по-разному. И там дальше уже врач будет по опыту принимать какие-то решения. Ну, плюс, конечно же, исследования, всё. А здесь же вот этот маленький, я даже не знаю, как назвать, вот ещё только-только появился человек, и он уже попадает, и вы уже что-то про него знаете. Вот тут же любое неправильное движение, и... То есть это такая очень ответственная, ответственная даже не работа, что ли. Это прямо вот... Дышать всё время нужно на этого ребятёнка. Вот я опять возвращаюсь к разнице, почему уникальность. Потому что здесь нужно... Ну вот когда вы принимаете решение, да, как вы говорите, срочного там, например, вмешательства, я так понимаю, что бывает вмешательство раз, и человек даже и не в курсе, что у него когда-то там что-то было. Правильно такое же может быть? Это самый идеальный вариант. Самый идеальный. То есть нашли вовремя, вот, что-то там подправили, и всё. Вот. И гораздо сложнее, когда уже это патология, с которой надо вести. Тем не менее, я к чему веду? Психологически. Это отличается от взрослой хирургии? Ну, лично мне сравнить не с чем. Я никогда со взрослыми не работал, хоть и учился на лечебном факультете, как бы подразумевал, что я, наверное, буду лечить взрослых. Сравнить мне не с чем. В принципе, наверное, работа врача, она в любом случае, взрослый, ребёнок, там, мужчина, женщина, она всё равно, наверное, подразумевает какую-то наивысшую степень ответственности за человеческое здоровье. Потому что если человек к нам пришёл, значит, он нам доверяет самое ценное. Поэтому психологически, наверное, сложно всем. Ну, хорошо. А какие вот были необычные, может быть, то, о чём можно поведать, скажем так, какие-то операции, вот то, что вы говорите, патологии, которые... Ну, давайте разделим на две части. На те, которые можно решить одноразово, и те, которые, например, будут по жизни всё-таки сопровождать человека, но вы сделали правильную подстройку, по крайней мере. Случаев интересных много. На самом деле хирургия новорождённых, она вот многогранна. Потому что хирург новорождённый, он не делится там на уролога, на травматолога, к нам попадают дети совсем. Поэтому такие хирурги-многостаночники. Мы должны разбираться во всех органах и системах. Хотя эти маленькие совсем ещё органы, но все. Но все. Они, комплект целиком есть и у всех. Поэтому внедряем новые технологии, пытаемся соответствовать мировым стандартам, не отставать от коллег, в том числе и зарубежных. И у нас рядом регион Большой Москва, с которым безумно сложно конкурировать, но мы справляемся. Поэтому... Ну, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, и всё-таки пару историй нам расскажете. Почему? Потому что это важно, тем более, что действительно с Мацомдом мы дружим давно, и понимаем, что это такой подход. Ведь разные есть подходы. Есть, когда дробят условную больницу на разные отделения. Есть, когда всё вместе собирают. Задача стоит одна – побыстрее решить ту или иную проблему. И вот о том, как это решают в отделении хирургии новорождённых, некоторые подробности через несколько минут. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Михаил Георгиевич Рихвиашвили, детский врач-хирург, заведующий отделением хирургии новорождённых Мацомд, Московского областного центра охраны материнства и детства. И говорим мы об уникальном отделении, которое занимается исключительно хирургией новорождённых. Итак, несколько, может быть, примеров, с чем сталкивались. Вот, как я говорю, два варианта. Первый, когда, ну, да простят меня, что-то там, может быть, убрали лишнее или что-то по-другому свели, и всё. И человек даже не в курсе, что у него что-то такое было. Потому что, ну, мы же не будем каждый год считываться в свои там «Ой, а вот когда я был маленьким, мне, да, люди, как правило, об этом забывают». А есть вариант, когда, наоборот, вы обнаруживаете патологию, как мы говорили, и ведёте её. Вот какие у вас интересные были случаи? Тот случай, который можем поделиться, и такое-то, на самом деле, это операция показательная, потому что те центры, где эта операция выполняется, это по умолчанию центры скромно-чинем высокого уровня. И это показывает профессионализм врачей, и реанимацию, и вообще работу мультидисциплинарной команды, которая там работает. Патология называется атрезия пищевода. Это патология, когда пищевод не имеет просвета. То есть он заканчивается ничем, а один из его концов соединён с дыхательной системой, он впадает в трахею. А почему это произошло? Это вот такой вот врождённый порог развития. При закладке пищевода не происходит разделения определённых эмбриональных структур, и ребёнок появляется на свет с такой патологией. То есть если не лечить, то... Если не лечить, это порог, к сожалению, летальный. То есть это лечится только хирургии, только хирургии новорождённых. И это именно в первые несколько дней жизни, потому что дальше идут уже те осложнения, которые приведут к дестабилизации состояния. В нашем центре мы эту операцию делаем торгскопически, то есть это через три микропрокола шириной 2 мм. Дальше ребёнок идёт в отделение реанимации, где уже вторая команда докторов, профессионалов его принимает. А вы что, как-то перемещаете эти все? Мы разделяем тот конец пищевода, который впадает в дыхательные пути, в трахею. Мы его отделяем, ушивая при этом трахею, и сшиваем два конца пищевода. То есть делаете то, что почему-то не сделало тот, кто природа из него. Вот. Дальше ребёнок идёт в реанимацию, там им 7-10 дней занимаются доктора-реаниматологи, постоянно наблюдают, подбирают дозы препаратов, это экстезиамы. Чтобы вот это прижилось. Да, чтобы создать максимально благоприятные условия для заживления этой пищеводы. Дальше уже ребёнок переводится уже на такой реабилитационный этап, уже переходит в отделение, попадает на совместное пребывание с мамой. Мама уже может его кормить естественным путём. Мы всегда маме говорим, что всё это время она сохраняет грудное вскармливание, потому что потом, когда мама прикладывает ребёнка к груди, когда она не могла этого делать, ввиду того, что ребёнок просто не мог есть, то, конечно, у неё эмоции зашкаливают, что он ест. Вторая патология – это опять непроходимость, опять это атрезия уже 12-перстной кишки. Мы также стараемся выполнять эту операцию через, опять, минвазивный доступ лапароскопический, опять через микропроколы. Из-за того, что она вот такая вот скрученная? Она не имеет просвета, она не скручена, она просто так же не имеет просвета, опять ввиду какого-то сбоя во время формирования ребёнка. Те операции, которые к нам попадают не из роддома, а из дома – это операция пилорастоноса, это когда на третьей-пятой неделе жизни у ребёнка потихонечку закрывается выход из желудка. То есть вся съеденная пища у ребёнка не то что не усваивается, она даже не уходит из желудка, она просто через естественные пути возвращается обратно в виде срыгивания фонтана. Конечно, когда внутриутробно известен диагноз, мы с родителями можем всё-всё-всё проговорить. А вы говорите, да, родителям, что вот мы предлагаем вам то-то, то-то? Мы всегда обсуждаем все возможные варианты, исходы, и все те, буквально пошагово, то, с чем мы можем столкнуться. Поэтому, когда родители попадают из дома, естественно, они месяц жили с ребёнком, радовались, и в их планах ни в коем случае не входило не то что попасть в больницу в ночи по скорой помощи, а ещё и попасть на операционный стол с новорождённым ребёнком. Первое, что нас спрашивают, он же такой маленький. Мы с родителем отвечаем. Нас не смущает ни возраст, ни размер ребёнка, потому что мы хирурги новорождённых, мы с этими детьми работаем. К сожалению, если вот сейчас не сделать операцию, само это не пройдёт. Вот ещё один такой вопрос. Вот вы патология, условно говоря, природа или Всевышний, кому как больше нравится. Почему вот произошло, почему такие сбои происходят? Это связано, это от родителей зависит, или это просто вот есть процент сбоя такого? И то, и другое утверждение может, имеет право быть. То есть, по большей части есть, конечно, есть факторы, которые уже доказаны, что они приводят к тем или иным поломкам, скажем так. Есть факторы, которые мы только об этом думаем. Но мы должны это доказать, либо опровергнуть. Ну да. В пустую накидывать теории и закошмарить человека. Это уже научная работа, да? Да, это уже такая научная работа, которую нужно доказать. Но главное вы можете исправить. Да. Мы единственное, что знаем, это те сроки, когда это произошло. Потому что у нас разные органы закладываются на разных этапах. Поэтому мы плюс-минус можем сказать, на какой неделе что-то пошло не так. Дальше уже мы ни в коем случае не говорим. Вот там сосед по лестничной клетке у вас там курил, поэтому вот что-то произошло. Потому что задача при общении с родителями еще в моменте внутритробного развития ребенка снять с них такой, знаете, груз ответственности. Потому что мамы всегда говорят, я что-то сделала не так. Так, я пришла, вот я вот, это я, иногда прям напрямую спрашиваю, что это я виновата. Мы всегда говорим, в этом никто не виноват. Вот так сложились, к сожалению, обстоятельства. У нас есть проблема, и мы ее только совместно будем решать. Ну, и еще вот по патологиям, и сердечные, наверное, еще, да, сталкиваются. Вот сейчас говорили о желудочных, скажут, так, кишечно-желудочный тракт. Понятно, что это такая. Но сердечно-сосудистая система тоже? Да, сердечно-сосудистая система, безусловно, тоже мы это обследуем. Единственное, мы это не лечим так активно, как это лечит кардиохирургия, потому что это другое направление. Вот видите, опять даже хорошо. То есть, если что, то другое направление сразу подключится. Это другое направление, но поставить диагноз мы всегда должны. И спрогнозировать, и смоделировать то лечение, тот ход операции, который мы планируем в зависимости от выявленных сопутствующих проблем. Ну, давайте вот пару слов скажем о тех случаях, когда не просто патология, которая, к сожалению, у человека сохраняется, ну, он как бы в курсе всей своей жизни, да. Вот как это ведется? Он потом должен приходить к хирургу, или как это работает? И что это примерно? На примере какой-нибудь такой патологии? Ну, самое частое, я уже об этом говорил, мы у нас такая наибольшая преемственность это с детскими урологами. Урологические проблемы. Да, поэтому задача наша, первое, это поставить диагноз, поставить его правильно. Возможно провести какую-то коррекцию уродинамики, которая позволит сохранить качество жизни ребенка, естественно, семьи и родителей, до радикальной коррекции уже докторами, детскими урологами. То есть первоначальный этап такой? Какой-то первоначальный этап. Есть патологии, которые не требуют агрессивной тактики в период новорожденности, но требуют радикального вмешательства в более старшем возрасте, там, в 4, в 6 месяцев, в 1 год. Родители об этом должны знать. Мы родители должны знать. Поэтому в центре у нас есть кабинет катамнеза, где мы до 2 лет наблюдаем тех детей, которых мы либо оперировали, либо которых мы, грубо говоря, выписали под наблюдение. То есть наши подопечные? Они наши подопечные, они всегда нам звонят. У нас телефон, я всегда в отделении говорю, что это прям колл-центр. Ну да. Потому что он звонит в режиме нон-стоп, и не всегда это уместно, и мы можем на него отвечать. Но стараемся, естественно, сразу отвечать на звонки, когда есть возможность, и родители могут к нам записаться на катамнез. Катамнез – это не поликлиника, это не скорая помощь. И мы всегда говорим, если у вас какая-то острая ситуация, вы либо сами приезжаете, мы вас принимаем, либо вызываете скорую помощь, если вы далеко живете, или вас затруднительно самотеком обратиться. И вот это так ведется, и человек уже, когда потом взрослеет, он знает о некой своей проблеме, которую как-то уже можно решать. Но вот тут еще такой момент, и сейчас перейдем к оборудованию, к вашим коллегам. Время у нас, к сожалению, заканчивается, а тема, она безграничная. Ведь многие родители не то что скрывают, а может быть считают нужным. Ну вот вылечили и вылечили, да, все уже вырос и так далее. И вдруг через какое-то время, там в 30-летнем возрасте, у нас сейчас молодежь, по-моему, до 35 уже продвинулась, да, вдруг человек что-то вот узнает, а он не в курсе, что у него это была проблема связанная. Вот такое сейчас бывает? Ну, к сожалению, бывает, но... Он переехал куда-то, карта потерялась. Ну, во-первых, доктор, помимо того, что он собирает анамнез, он с человеком беседует со взрослым, он, естественно, должен его осмотреть. Поэтому, если было какое-то вмешательство, послеоперационные рубцы, ну, если это не из области фантастики, хоть какие-то признаки его будут, даже несмотря на косметические шивы, на мини-инвазивные, всегда можно это найти. Это нам сигнал, вот, и доктор всегда должен спросить, были ли вмешательства. Если вмешательства не было, и человек не знает, ну, для этого есть обследование. Есть ряд операций, где мы превентивно удаляем червеобразный отросток, аппендикс. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в будущем, при развитии аппендицита, человек и доктор, который будет принимать, не пошел по ложному диагностическому пути. Потому что мы это делаем при нарушениях ротации кишки, когда червеобразный отросток у нас не там, где он должен быть, справа в подвздошной области, а он находится слева со стороны желудка. Поэтому, когда мы делаем превентивную такую аппендиктомию, мы родителям всегда говорим, вы должны это знать, что у ребенка нет аппендикса. И не просто знать, вы должны это еще ребенку сказать, когда он будет уже взрослым. Чтобы ему не начали вырезать, якобы, аппендиксы, которые у него нет. Да, чтобы он знал, что у него с рождения определенного участка нет. Еще один вопрос, может быть, не по теме, потому что вы очень интересно рассказываете. А вот сердце с другой стороны, как вы сейчас сказали, аппендикс с другой стороны. Это что такое происходит? Что это за зеркальное отражение? Это отдельный диагноз есть такой. Он может быть в рамках определенных синдромов, хромосомных аномалий. А может быть в рамках таких вот спонтанно возникших внутриутробно. Человек с правым сердцем живет точно так же, как с левым? Абсолютно. Как машина с правым рулем, да простите, да? Как машина с правым рулем, если это не, грубо говоря, в рамках чего-то еще. Понятно. Ну, оборудование у вас на сегодняшний день? Оборудование у нас позволяет проводить... Во-первых, у нас широкий спектр диагностической возможности. Это и рентгенология, и ультразвуковая диагностика, и эндоскопические исследования внутрипросветные. Я говорю про гастроскопию, бронхоскопию и так далее. Что касаемо операционной, операционная на хорошем уровне, она позволяет нам проводить все те операции, которые я уже озвучил. Для вас же операционная, это как дом родной? Это мы боимся, а вы же там как бы... Как дома? Ну, как дома. Мы вообще, в принципе, на работе, потому что практически живем. Там операционная, да, это такая комната, которой мы, наверное, хотелось бы чаще бывать дома. Но она оборудована хорошо. Раз у нас есть такой замечательный МАЦОМД, Московский областной центр охраны материнства и детства, знайте, что там вам всегда помогут. Тем более заведующий отделением хирургии новорожденных, МАЦОМД, сегодня был у нас в гостях, Михаил Георгиевич Ирхиашвили, детский врач-хирург, врач высшей комплекционной категории и, внимание, кандидат медицинских наук. Мы даже эту тему практически не затрагивали, а эта тема говорит о том, что не просто лечатся, а еще и изучаются. Как можно лечить, какие новые способы. Поэтому приходите еще с удовольствием. Договорились? Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.